Чат GPT-3 уже доступен в Украине. Широкой общественности, правда, он стал доступен еще в ноябре 2022 года, и число его пользователей очень стремительно выросло до 100 миллионов в месяц. Это невидимое количество пользователей, огромный рост, которым не может похвастаться даже TikTok и Instagram. Новый чат-бот с искусственным интеллектом, который взаимодействует с пользователем, вызвал действительно настоящий ажиотаж в мире. Ведь совсем недавно мы только задумывались над тем, как искусственный интеллект повлияет на нашу жизнь во всех сферах жизни, а сейчас мы уже видим практическое применение искусственного интеллекта в жизни. 30 ноября 2022 года Калифорнийская лаборатория искусственного интеллекта OpenAI, в числе основателей и инвесторов которой является Илон Маск, запустила чат-бот ChatGPT, которые основаны на нейросетевой языковой модели GPT-3.5. Это искусственный интеллект, который способен генерировать новую информацию. При создании чата его творцы пытались в первую очередь сделать его простым в использовании, корректным и, если так можно сказать, человечным. Для того, чтобы его обучить, использовалось огромное количество текстов из интернета. Чат создан для генерирования человекообразных ответов на широкий спектр вводимых данных с помощью алгоритмов. Сервис способен понимать человеческий язык, выстраивать с собеседником нормальный диалог, отвечать на любые сложные вопросы, спорить даже и отвергать неуместные вопросы. Чат можно сравнить с виртуальным помощником, который все знает, но при этом еще и вежливо с вами общается. И, так сказать, умение общаться это та самая главная фишка, которая выделяет чат GPT от обычных поисковиков, где вы также с помощью запроса можете получить ответ на свой вопрос. То есть вы задаете какой-то запрос, а поисковик выдает вам ответ, используя ключевое слово в вашем запросе. Но нейросеть может сгенерировать результат ответа именно в формате текста. И если вы что-то не поймете и попросите уточнить, она тоже это сделает. Мы задали вопрос самому чату GPT, что можно делать с его помощью. И вот вы видите на скрине как раз, что он нам на это ответил. Чат GPT помогает программистам писать код, дает точные ответы на сложные вопросы, может помочь вам что-то объяснить, отлично переводит тексты с одного языка на другой. Ну и конечно же нас интересует, как данный искусственный интеллект зайдет далеко в маркетинге, сможет ли он заменить определенные маркетинговые роли или же даже целые команды. Меня зовут Алена Полихович и сегодня мы с вами будем разбираться, как мы можем использовать чат GPT в своих собственных рекламных целях. Ну конечно начнем мы с того, как вообще начать пользоваться данным чатом. Вот здесь вы видите, что нужно зайти на сайт, ссылку я оставлю в описании. Нажимаем на кнопку trychat GPT, нас перекидывает сюда и я уже здесь зарегистрирована. Вам необходимо будет пройти короткую регистрацию, либо же зайти в этот чат. Для этого вам необходимо будет ввести такие данные, как ваше имя, фамилию, также номер телефона, на который придет код с подтверждением, который вы вводите. После прохождения регистрации появится несколько дисклеймеров, в частности о том, что вас предупреждают не давать боту свою личную информацию, а также говорят о том, что все-таки запуск чата является еще все еще в тестовом режиме, поэтому бот может иногда генерировать неверные ответы. Перед началом использования также появится картинка, вот как вы можете ее видеть на скрине, на которой приводятся примеры вопросов, которые можно задавать боту, его возможности и ограничения. Так, к возможностям отнесли то, что бот запоминает то, что у него спрашивали ранее, и также возможность вносить свои коррективы. Также он обучен отклонять неуместные запросы. Но к ограничениям отнесли то, что он может иногда генерировать неверные ответы, может иногда генерировать вредоносные инструкции, а также же то, что он обладает ограниченными сведениями о мире после 2021 года. Ну и, естественно, первое, с чем мы сталкиваемся в рекламе, которую мы хотим запустить, это, естественно, сбор ключевых слов, потому что на этом все построено и базируется. И вот мы сейчас поговорим с вами о том, как чат GPT поможет нам в этом пункте. Обычно мы для того, чтобы собрать ключевые слова, используем такие сервисы, как планировщик, ключевых слов, Ahrefs, Serpstat, KeyCollector. Суть этих инструментов заключается в основном в том, что они имеют доступ к большим базам данных пользователей запросов. И, естественно, мы задаем какой-то ключ, запрос, система анализирует все поисковые запросы, связанные с этим ключом, и предоставляют нам список ключевых слов, которые связаны с определенной темой, с определенными ключами. Например, если мы в планировщике ключевых слов зададим запрос «Установка пластиковых окон в Одессе», то список ключей будет выглядеть подобным образом. Чат GPT также можно использовать для поиска ключевых слов, просто запросив у него соответствующее ключевое слово. И сейчас я вам это продемонстрирую. Для этого мы заходим в чат и задаем ему вопрос. Например, составь список ключевых слов, связанных с установкой пластиковых окон в Одессе, которые можно использовать для поиска в Google. И ждем, что нам ответит искусственный интеллект. Как мы видим, он начинает печатать. Вот мы видим первые ключи, установка пластиковых окон Одесса, пластиковые окна Одессы, заказать установку пластиковых окон Одесса, цены на пластиковые окна в Одессе, монтаж пластиковых окон в Одессе, пластиковые окна под ключ Одесса, выбор пластиковых окон Одессы. Ну, как мы видим, довольно-таки нормальный список ключевых слов. Можно расширить, подкорректировать данный список, например, указав аудиторию. Допустим, задать ему запрос пересмотреть список с учетом аудитории, которая хочет установить пластиковые окна дешево. И смотрим, что же нам предложит искусственный интеллект. Установка пластиковых окон в Одессе недорого. Дешевые пластиковые окна в Одессе. Купить пластиковые окна в Одессе по выгодной цене. Монтаж пластиковых окон в Одессе по акции. Пластиковые окна в расстрочку Одессы, где заказать установку пластиковых окон в Одессе недорого Скидки на пластиковые окна в Одессе Установка пластиковых окон от производителя в Одессе по доступной цене Ну то есть, как мы видим, он генерирует довольно-таки неплохой список ключевых слов Именно исходя из моего запроса То есть, я хочу, чтобы были ключи, основанные на том, что недорого, дешево установка окон И он меня прекрасно понял и дал доступный список Как мы видим, он выдает довольно-таки логичный список ключевых слов Однако, как ни крути, этот способ подходит, если вам не нужен огромный пол ключевых запросов Вы не собираетесь собирать тысячи ключей Вам не нравится возиться в Excel или Google таблицах или в K-коллекторе Для того, чтобы между собой как-то эти ключи комбинировать, создавать новые комбинации Ну или же вы просто ищите, так скажем, начало, отправную точку, с чего вообще собирать какие-то ключи То есть, он даст вам неплохой такой список, на основе которого вы можете дальше уже Расширять поисковые запросы ключи, работать в том же K-коллекторе И создавать новые комбинации И все же вам потребуется набор человеческих глаз для того, чтобы просмотреть список И решить, какие ключи вам все-таки не подходят Какие подходят, какие применимы к вашим будущим компаниям Также мы можем попросить заменить существительное в поисковой фразе Например, я хочу задать, что делать в Киеве на Рождество Но мне нужен не только Киев, мне нужны все остальные списки городов То есть, я пишу, что делать в Киеве на Рождество И прошу, замени слово Киев на другие города Украины Создай список То есть, я хочу, чтобы мне вместо Киева поставили просто другие города Украины А то есть, там Одессу, Львов и так далее И смотрим, что нам он предложит Так, что делать в Одессе на Рождество Что делать в Харькове на Рождество Что делать в Днепре на Рождество Что делать во Львове на Рождество Что делать в Запорожье на Рождество Что делать в Николаеве на Рождество Ну и так далее Сейчас он не будет перечислять популярные города Украины То есть, вот с таким нехитрым способом Можно спокойно расширить тоже список ваших ключей Конечно, главным недостатком такого сбора ключевых слов это является то, что здесь не указан объем поискового трафика по каждому ключу, а как мы знаем при настройке контекстной рекламы это важная метрика, на которую мы опираемся. Но зато при помощи данного чата мы можем с вами попросить его распределить список наших ключевых слов по коммерческим, транзакционным и информационным. Вот как вы видите, я ему задала такой разделить следующий список ключевых слов по группам, будь то коммерческие, транзакционные или информационные. И вот сразу я получила список, куда в коммерческие у меня отнеслись все ключи словом купить, заказать, цена сколько стоит, транзакционные купить, заказать и информационные зачем нужны пластиковые окна, бред пластиковых окон. Ну что я считаю довольно неплохо. Также вы можете попросить чат создать список наиболее часто задаваемых вопросов, которые связаны с вашим основным ключевым словом, которое имеет отношение к вашей целевой аудитории. То есть, как вы видите, я попросила его создать список часто задаваемых вопросов, связанных с маркетинговым агентством, которые хотят, собственно, обратиться в маркетинговое агентство. Ну и как вы видите, на экране он генерирует кучу вопросов, что такое маркетинговое агентство, какие услуги оно предоставляет, каковы стоимости и сроки работы с маркетинговым агентством, какие результаты можно ожидать от работы с маркетинговым агентством. Ну и также одной из самых полезных функций, которые может сделать этот чат, это создать нам подробную структуру нашей рекламной кампании. Вот смотрите, я задала запрос, создай структуру кампании для ключевого слова маникюр для женщин. И чат мне предлагает целую структуру, где он предлагает ее разделить на кампанию, называет маникюр для женщин. Далее делит мне на несколько групп ключевых слов. То есть первая группа ключевых слов, которая называется маникюр в салоне. Сюда он включил такие ключевые слова, как маникюр в салоне, стоимость маникюра в салоне, лучший салон для маникюра, маникюр с покрытием маникюр френч. Далее создал он мне группу ключевых слов под названием домашний маникюр с ключевыми словами. Как сделать маникюр дома, домашний маникюр своими руками, выбрать набор для маникюра дома. Третья группа ключевых слов – маникюр для свадьбы, с ключевыми словами маникюр для невесты, свадебный маникюр, как выбрать маникюр на свадьбу. И заключительная группа ключевых слов – маникюр с дизайном. Используя ключевые слова маникюр с дизайном, как выбрать дизайн маникюра, лучшая идея дизайна маникюра. Более того, он мне дал рекомендуемые настройки компании, где вот он мне говорит, Каждая группа ключевых слов может иметь свою рекламную кампанию, объединенную общей темой, маникюр для женщин. Кроме того, в каждой группе можно создать несколько рекламных объявлений с уникальными заголовками и описаниями, соответствующими ключевым словам группы. Если вы разрабатываете кампанию с оплатой за клик, или же у вас какой-то незнакомый продукт, вы не знаете, как его рекламировать, или у вас мало сведений о том, как настраивать рекламу с оплатой за клик, то для старта, для начала, для идеи использовать этот чат – это вообще отличная рекомендация. Как видите, он нам предоставляет приблизительное количество групп, которые мы можем использовать, дает нам ключевые слова, которые мы можем использовать. Понятное дело, что здесь это требует доработки, естественно, и тему, которую я выбрала «Маникюр для женщин» довольно-таки обширная. Но в целом, если вы просто не знаете, с чего начать, то это отличный инструмент, который поможет вам сделать такой скелет вашей будущей компании. Также вы можете использовать данный чат для улучшения CTR ваших объявлений. Например, у вас есть заголовки, у которых недостаточно хороший CTR, но вы не знаете, как его улучшить. И тут на помощь вам может прийти этот чат, он даст вам хорошие идеи. Например, как вы видите, я попросила его написать 5 заголовков с лучшим CTR, чем купить паровые котлы по низким ценам. И чат предложил мне на выбор 5 заголовков. «Получите высокое качество и экономию с нашими паровыми котлами. Эксклюзивные предложения на паровые котлы только для вас. Снижаем цены на паровые котлы. Экономьте больше с нами. Высококачественные паровые котлы по низкой цене. Надежные паровые котлы. Гарантия долгого использования». Как вы видите, заголовки вполне себе нормальные, читабельные, не корявые. И они показывают выгоду и преимущество, почему стоит купить паровой котел именно у вас. Так что, если у вас нет идей, вы не знаете, как написать хороший заголовок вашему объявлению, вы всегда можете обратиться за помощь к искусственному интеллекту. Конечно, заголовки, которые предложил мне искусственный интеллект, прекрасные. Они действительно хорошие, но они довольно-таки длинные, как вы можете видеть. И если вы боитесь, что они довольно длинные и их может, например, обрезать некрасиво, допустим, в Facebook или Instagram, то я попросила на такой случай создать данные заголовки короче. И он это сделал. То есть, он мне создал 5 более коротких заголовок. «Экономьте на паровых котлах прямо сейчас. Лучшие цены на паровые котлы проверены клиентами. Качественные паровые котлы для вашего бизнеса. Надежные паровые котлы. Долговечность гарантирована. Получите высокое качество и экономию с нашими котлами». По-моему, довольно-таки неплохо. Также зачастую мы с вами ищем часто конкурентов наших, для того, чтобы мы могли изучить их товары, изучить их сайты, также вытащить ключи, которые они используют также в контекстной рекламе, если рекламируются. И чат GPT с этим прекрасно справляется. Я попросила создать список ключевых конкурентов одного бренда одежды и указать для каждой компании ссылку на ее страницы в Instagram, LinkedIn и Facebook. и представить информацию в виде таблицы. И как вы видите, у нас здесь есть конкуренты, которые он нам предоставил. Ссылку сразу же на Instagram, ссылку на LinkedIn и на Facebook. И указал примечание, что не обязательно включать все возможные каналы социальных медиа. Также, если вы хотите найти конкурентов в своей сфере, погуглить, посмотреть, можете также смело использовать данный чат. Часто мы просим клиентам заполнить бриф, чтобы они описали свою целевую аудиторию, которую мы будем использовать для того, чтобы лучше настроить рекламу. И часто клиенты пропускают эту графу поля. Возможно, вы сами не знаете, как правильно описать свою целевую аудиторию. И здесь на помощь к вам снова-таки придет чат GPT-3. Я попросила чат описать мне целевой портрет покупателя PlayStation 4. И вот, что он мне выдал. Демографические характеристики, возраст, пол, семейное положение, психографические характеристики, увлечения, компьютерные игры, технологии, развлечения, ценности, семья, друзья, здоровье, карьер, поведенческие факторы. Готов потратить время и деньги на развлечения, любят новые технологии, ищут удобства, разнообразия в развлечениях. Потребности и ожидания. Хотят получать удовольствие от игры и развлечения. Желают иметь доступ к разнообразным играм с хорошей графикой, звуком и т.д. Поведение покупателя. Обычно совершают покупки онлайн, но могут посещать розничный магазин. Интересуются новыми играми, акциями, связанными с игровой индустрией. Могут оставлять отзывы и рекомендации о покупках в социальных сетях и на форумах. Исходя из вышеуказанных характеристик, целевой портрет покупателя PlayStation 4 – это молодые люди, которые ценят качественные развлечения и новые технологии. Желают иметь доступ к разнообразным играм и простоту использования консоли. Могут оставлять отзывы и рекомендации о покупках в социальных сетях и на форумах, что может влиять на решение других людей о покупке PlayStation 4. Как мы видим, отлично составленный портрет, который нам сэкономил огромное количество времени. И уже опираясь на эти данные, мы можем настраивать свою рекламную кампанию. Ну и если мы резюмируем, то задача для искусственного интеллекта должна быть задана конкретно с максимальной детализацией и минимум воды. Чем лучше конкретно вы понимаете, зачем вы делаете запрос, тем более ценную информацию вы получите в ответ. Поэтому ваш запрос должен быть конкретным, лаконичным, однозначным, ориентированным на определенную цель с описаниями или параметрами. Переписка в чате GPT это общение. И общаясь с искусственным интеллектом, нужно стараться излагать свои мысли четко и ясно. Просто представьте, что вы, например, общаетесь с иностранцем, который знает ваш язык на среднем уровне или же чуть выше среднего. И если вы не получаете ответ ожидаемый, который бы вы хотели получить, то подумайте о том, как можно наиболее точно сформулировать свой запрос и какой контекст необходимо предоставить, чтобы вы получили ответ, который вы ожидаете получить. Как мы видим, самое основное преимущество чата это экономия времени, потому что вам не потребуется теперь гуглить очень долго, выбирать кучу статей, пролистывать в поисках информации. Для того, чтобы подготовить краткий обзор по какой-либо теме, у машинного интеллекта уйдет всего лишь 10 секунд. Главное грамотно задать вопрос и отредактировать результат на выходе. Чат, конечно же, имеет неоспоримый потенциал в сфере маркетинга. Он может создавать контент, генерировать идеи или взять на себя рутинные задачи. И люди, конечно же, успели это оценить. По результатам опросов в США, 37% работников в сфере маркетинга и рекламы уже заявили, что используют уже этот чат в своей работе и также другие инструменты на основе искусственного интеллекта. Но, конечно, пока мы видим, что он не способен полностью, полноценно заменить маркетолога. Конечно, все его ответы нужно проверять на достоверность, нужно смотреть, пересматривать все, что он вам предоставляет и делать свои выводы. Но даже в таком виде нейросеть способна уже оптимизировать вашу работу и ваше время. Будущее чат-бота в маркетинге – это в ускорении и автоматизации заданий, но под контролем человека. Ну и в заключении мы обратились к нейросети с запросом, как чат GPT может помочь специалистам по маркетингу. И вот какой ответ мы получили. Чат может помочь специалистам по маркетингу в различных областях. Ниже приведены несколько способов, которыми чат может быть полезен для специалистов по маркетингу. Генерация идей для контента. Чат может помочь специалистам создавать новые идеи для контента, основанные на тенденциях в отрасли, поисковых запросах и интересах аудитории. Анализ данных. Чат может обрабатывать большие объемы данных и помочь специалистам анализировать поведение потребителей, предоставляя ценные идеи для улучшения маркетинговых компаний. Коммуникация с клиентами. Чат GPT может помочь специалистам по маркетингу улучшить коммуникацию с клиентами, предоставляя автоматизированные ответы на часто задаваемые вопросы и поддерживая связь с клиентами через чат-боты. Персонализация. Чат может помочь специалистам создавать персонализированные компании, которые используют данные об аудитории и предоставляемые настраиваемые ответы на запросы клиентов. И обучение. Чат может помочь специалистам расширить свои знания о маркетинге, предоставляя информацию о последних тенденциях в отрасли и советы по эффективным маркетинговым стратегиям. Таким образом, чат может быть полезен для специалистов по маркетингу в различных аспектах, помогая ему улучшить свои компании, повышать вовлеченность аудитории и повышать общую эффективность своих маркетинговых усилий. Ну а нам будет очень интересно послушать о вашем опыте использования чата GPT, успели ли вы его уже опробовать, используете его в своих целях, какой у вас опыт негативный, позитивный, что можете рассказать интересного или же вы считаете все это полной ерундой. Пишите все свои ответы в комментариях, задавайте свои вопросы, не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, заходите в наш инстаграм-аккаунт. В телеграм-канале у нас есть чат, где мы также обсуждаем очень многие новинки и темы. Конечно же, ставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось, делитесь им в соцсетях, не забудьте поставить палец вверх, не забудьте поставить на колокольчик себе уведомления о наших новых роликах. До скорых встреч и удачных вам продаж!